Привет, с вами Станислав Валентинович, и в этом видео мы с вами обсудим, какие же можно выбрать направления поступления в ВУЗ, направления специальности и профессии с обществознанием. Это будет мое супер субъективное мнение, куда стоит поступать с обществознанием, а какие профессии, ну, я бы, наверное, сказал, что, может быть, крайне сомнительно вообще выбирать для того, чтобы получать высшее образование. Я бы отметил три такие конкретные, понятные специальности, профессии, которые востребованы, с которыми, мне кажется, достаточно легко найти работу. Это не значит, что вы, выпустившись из ВУЗа, сразу будете зарабатывать огромные деньги. Ну, так вообще, в принципе, мало кто зарабатывает огромные деньги, когда выпустится, но это, по крайней мере, какие-то, наверное, практически применимые в рамках профессии, в рамках получения работы специальности. Тут я бы на первое место поставил юроспруденцию, потому что вполне понятно, что это такое за профессия, вакансий юристов много, понятное дело, что огромная конкуренция среди тех, кто закончил ВУЗ и хочет поступить на какую-то хорошую должность. Но, с другой стороны, вот, например, я вам сразу приведу пример, свою профессию, свое образование. У меня образование религиовед, преподаватель религиоведения. Если вы зайдете в HeadHunter, ведете там религиовед или преподаватель религиоведения, то вряд ли вы найдете хотя бы одну вообще бы вакансию. А вот юрист, например, вакансий будет множество. Да, это будут часто, возможно, с очень низкой оплатой поначалу, но с очень большими перспективами в дальнейшем. И работа юриста — это работа интересная, классная, полезная, нужное общество. На второе место я бы поставил социологию, и на самом деле это очень условно, что это второе место, можно бы поставить ее на первое место. Но это топ-3, и они все вот в этой, в рамках первой позиции, все они топовые. Так социология чем хороша? Она включает в себя множество разных направлений. Вот теоретическая социология, которая полезна для того, чтобы проводить соцопрос, для того, чтобы вообще делать срезы такие нашего общества, и это много-много-много всяких разных таких работ. И с другой стороны, социология, она в себя включает еще и маркетинг, и так далее, или маркетинг, если хотите. Таким образом, если вы посмотрите на социологию, мне кажется, потом найти работу очень просто. Ну и третье — это такие направления, как менеджмент, государственное управление, потому что это, опять же, профессии всегда востребованные, всегда нужен управленец, всегда нужен человек, который понимает, как устроить работу в фирме, как управлять людьми, потому что, ну, мало нанять людей, нужно действительно понимать, как ими управлять. Другое дело, конечно, здесь есть небольшая такая проблемка, небольшая проблемка, когда вы заканчиваете менеджмент или государственное управление, ну, государственное управление вы пойдете работать чиновником, наверное. Если вам нравится, если вас привлекает государственная стезя, то хорошо. А если мы говорим про менеджмент, то, конечно, вряд ли вы в свои 21-22 года, когда вы выпуститесь из вуза, вы сразу сможете претендовать на какую-то высокую менеджерскую позицию. Скорее всего, вы будете помощником управляющего, помощником менеджера и так далее. Менеджера я имею в виду не операциониста, а именно менеджера, управляющего. Но да, с течением времени, годам к 25, может быть, вы станете уже таким, ну, прям вот управленцем, прям вот боссом станете. Подытоживая, хочу сказать, что в моем субъективном понимании, учитывая мой выбор вообще жизненного пути, я могу сказать, что, ну, вот с этими специальностями я бы, наверное, не дергался, я бы уже зашел бы на HeadHunter, нашел бы работу. Это избавит вас наверняка от множества таких стрессов, уже выпустившегося человека из вуза, как, ну, непонимание того, куда жить и работать. Если мы говорим с вами о таких направлениях, которые, на мой взгляд, сомнительные, в качестве, по крайней мере, первого образования, это психология, философия, тому подобные широкие специальности. С одной стороны, конечно, психологам можно устроиться работать, может быть, в колл-центр, может быть, оказывать психологические вот такие бесплатные консультации, таких центров много, и, конечно, вакансий таких, ну, какое-то количество есть. Но мне думается, что все-таки психология, это скорее уже такая возрастная история, когда у вас у самих уже сформировалось окончательное мировоззрение, когда вы уже такая серьезная устойчивая личность, ну, может быть, лет в 25, вот куда-то туда. И как второе образование психологии, наверное, хорошо. Или, может быть, вы уже поработали где-то, лет в 30 получили образование психолога, и вот занимаетесь психологической практикой, потому что вы от первой профессии устали, уходите в эту профессию. Такой путь мне представляется каким-то органичным. А если мы говорим о том, что человек закончил вуз, ему 22 года, но, знаете, честно говоря, я бы, я вообще бы, наверное, правда, вообще бы к психологу не пошел, хотя многие меня к этому подвигают, они считают, что мне очень нужно сходить к психологу. Вот, но, я с ним не согласен, конечно, так я бы не пошел точно к 22-летнему психологу. Ну, вот мне 31 год, и я буду на консультации с 22-летним психологом что-то ему рассказывать, он мне что, он, он, как он мне в жизни поможет, я не очень понимаю. Ну, в общем, такое есть предубеждение, и вы будете с этой проблемой сталкиваться в работе, очень серьезная будет проблема, очень серьезный барьер. А второе, например, направление такого рода, как философия, и сюда бы я еще поместил политологию, например. Мне кажется, что, опять же, философия такое масштабное, крутое образование, но профессия никакая. То есть, либо преподаватель философии в вузах, либо, соответственно, никуда нет такой вот профессии философ в HeadHunter, либо ее не найдете. И политолог тоже. Многие ребята интересуются, и девушки интересуются политикой, хотят получить профессиональное образование в сфере политики. И рассчитывают, видимо, что с образованием политолога они, наверное, станут какими-то заметными политическими лидерами. Но, слушайте, для того, чтобы стать политическим лидером, не нужно, как вы понимаете, образование политолога. Если мы начнем перечислять политических лидеров России, как правящих, так и оппозиционного направления, то мы не увидим ни у кого из них, на самом деле, в большинстве образований политолог. А вы рассчитываете, что с помощью этого образования вы попадете в политику. Вы, мне кажется, очень сильно заблуждаетесь. Если вам, конечно, это просто интересно, ну окей. Но вот когда вам просто интересно, вы должны понимать, что в данном случае вы делаете ставку на свой интерес, на свой жизненный путь, и тогда не стоит рассчитывать на какой-то заработок после окончания вуза. И тогда вы должны, наверное, с родителями проговорить этот момент. Дорогие мамы и папа, знаете, я еще где-то лет 5-10-15 буду сидеть у вас на шее, и вряд ли я куда-то устроюсь работать. Или вы знаете, я закончу образование политолога, потом буду работать в Билане 10 лет консультантом-продавцом, а потом, глядишь, может быть, меня возьмут куда-нибудь помощником 10 помощника, какого-нибудь 10 помощника депутата, и вот тогда-то я наконец-то попаду в политическую сферу. Это было мое суперсубъективное мнение. Вы можете оставить комментарий, даже не просто можете, а я прошу вас оставить комментарий, куда, на какое направление вы хотите поступать в вуз, согласны вы с моей позиции или не согласны, если не согласны, то почему, и давайте пообсуждаем это. Это очень интересно и очень важно. И важно именно летом начать рассматривать вузы, куда поступать, какие предметы сдавать, чтобы потом, знаете, уже где-нибудь в декабре-январе не дергаться на эту тему. С вами был Станислав Валентинович, спасибо, до новых встреч, пока. Субтитры создавал DimaTorzok